Ну, вообще, врач-репродуктолог – это акушер-гинеколог. То есть, в этой специальности есть такое более узкое направление. Например, есть гинекологи-онкологи, которые занимаются онкологическими заболеваниями женской системы. Репродуктолог – это врач-аккушер-гинеколог, но который занимается репродуктивными проблемами. В основном, это проблемами, связанными с бесплодием или невынашиванием беременности. Нет, конечно, мы так себя не ощущаем. У нас очень интересная работа. Мы понимаем, что она очень специфическая и достаточно редкая, но это просто работа, и мы ее очень любим. В нашей республике мы единственное отделение, который занимается лечением бесплодия. Если говорить о врачах-репродуктологах, то в республике нас только трое на сегодняшний день. К сожалению, наверное, я хочу сказать, что да, потребность в программах вспомогательных репродуктивных технологий растет. И да, наверное, вот уже в сегодняшних реалиях нам нужно больше врачей, врачей-репродуктологов и врачей-эмбриологов. Нет, конечно, бесплодие лечится на сегодняшний день, разные методы лечения, и это не приговор. Для какой есть определенные показания? Это бесплодие, допустим, абсолютное трубное бесплодие, если у женщины нет труб, это абсолютное мужское бесплодие, если у мужчины тяжелая форма нарушения сперматогенеза, например, азооспермия или аспермия, либо это вот бесплодие, которое мы пытались лечить какими-то другими методами, консервативно или хирургически, но не получилось, и тогда мы уже приступаем к ЭКО. На сегодняшний день потребность достаточно высокая в процедурах ЭКО. Мы пока не можем выполнить всю потребность, которая необходима. Да, это достаточно актуальный вопрос, как и, наверное, по всей России и в мире в целом, это вообще достаточно на сегодняшний день острая проблема. Где-то на сегодняшний день 15-17 процентов бесплодных пар. Ну, так, наверное, исторически сложилось, но если говорить объективно, да, по данным нашего отделения, то у нас есть четкие цифры. Это где-то 20-25 процентов бесплодных пар имеют чисто мужской фактор бесплодия и еще 20 процентов пар имеют комбинированное бесплодие, то есть сочетание женского и мужского, и то есть в сумме получается 40-45 процентов это мужской вклад в развитие бесплодия в браке. Ну, половина на половину практически. Раньше это была чаще многоплодная беременность, потому что, чтобы добиться эффективности ЭКО, переносили по два, а иногда даже по три эмбриона, вообще в самом начале переносили даже больше трех эмбрионов, но на сегодняшний день так не делается ни в одной клинике мира. Идет селективный отбор эмбриона, и мы стараемся перенести только одного эмбриона. Все развивается, ничто не стоит на месте, улучшаются протоколы стимуляции, они становятся как бы более мягче, раньше стимулировали жестче, эмбриологические протоколы меняются, меняются технологии, меняется оборудование, все улучшается, и поэтому эффективность все-таки она больше даже при переносе только одного эмбриона. Люди думают, что дети, рожденные после ЭКО, они какие-то особенные, могут иметь какие-то заболевания специфические, а сразу хочу сказать, что это не так, если бы это так было, то процедуры экстракорпорального подтворения просто бы не проводили. Процедура ЭКО имеет несколько этапов. Первый этап – это когда идет гормональная стимуляция, женщина получает уколы, чтобы вырастить фолликулы, в них растут яйцеклетки. Это не болезненные процедуры, как правило, уколчики женщина переносит хорошо, а вот процедура, второй этап забора яйцеклеток, она болезненная, поэтому проводится под внутривенным наркозом, но продолжительность этой процедуры не очень длительная – 10-15 минут, и это амбулаторно. Женщина приходит и уходит домой после самой трансвагинальной пункции фолликулы. Самый основной критерий, от чего зависит результат эффективности ЭКО – это возраст женщины, поэтому мы говорим, что если есть проблема, если беременность не наступает, то женщина не должна долго обследоваться или просто даже не приходить, она должна вовремя обратиться, потому что, к сожалению, после 35 лет эффективность ЭКО резко снижается. Если беременность не наступает в течение года и более, то обычно женщина обращается к гинекологу по месту жительства в свою поликлинику, и там, пройдя обследование, им дает направление в наше отделение, в отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Здесь на приеме врачи смотрят тот объем обследования, который она прошла, если есть необходимость – дообследуют, и потом дают свои рекомендации. Возможно, ей только гормональное лечение показано, или нужна лапароскопическая операция, или ей уже нужно сразу проводить процедуру ЭКО. При наличии показаний, при отсутствии противопоказаний ограничений нет в количестве. В разных клиниках по-разному, но где-то, если говорить о нашей клинике, то это в пределах 100-150-200 тысяч, где-то так. Да, конечно, у нас нет никаких ограничений по наличию мужа, то есть это не обязательно должен быть зарегистрированный брак, это может быть незарегистрированные отношения, и также это может быть одинокая женщина использовать донорскую сперму. 10 лет назад средний возраст был примерно 33 года, сейчас уже 35 лет, то есть около 35 лет, то есть возраст повысился там на полтора-два года. 49 лет на момент ЭКО. Пользование донорского материала в программах ЭКО, ну, как мы уже сказали, что это может быть одинокая женщина, которая использует донорскую сперму, да, это часто встречается тоже, и также есть вариант, когда у женщины по какой-то причине уже не работают яичники, да, чаще всего это связано с возрастными изменениями или после хирургических операций, когда нет своего материала и яйцеклеток, тогда используются донорские яйцеклетки. Приглашаем молодых женщин и мужчин быть донорами биологического материала, да, это основной критерий, это возраст, то есть это женщины и мужчины от 20 до 35 лет, ну и, конечно, физические и психические здоровые. Да, это платная услуга. Женщинам за один протокол получения яйцеклеток оплачивается 30 тысяч рублей, мужчинам за одну спермосдачу оплачивается 3 тысячи рублей. Нет, это исключено. Идет идентификация пациента, во-первых, идет маркировка каждого биологического материала, у каждого эмбриона, ну, пациента, то есть, да, есть отдельная секция, она подписывается, идентифицируется, то есть такой, такой вариант исключен. Ну, на самом деле они могут храниться достаточно долго и на практике есть, что использованы были эмбрионы, которые хранились более 20 лет. Даже есть такая программа отложенного материнства, если мы говорим про женщину, да, то есть это женщина, которая понимает, что она сейчас не планирует беременность, но, может быть, у нее появится такое желание в более старшем возрасте, и она может подойти, сдать свои яйцеклетки, заморозить и хранить так долго, как ей надо. То же самое касается и мужчин, ну, если мы говорим о мужчине, то это криоконсервация спермы, она стоит там в районе трех тысяч, и ежемесячное хранение стоит 880 рублей. Если мы говорим о женщине, то оплачивается процедура ЭКО, ну, это заборы яйцеклеток и заморозка, и также хранение 880 рублей в месяц. Не распространено, но встречается, распространено очень в западных странах, да, в Соединенных Штатах Америки. Ну, к нам, наверное, это скоро тоже придет. В первом триместре, то есть это до 12 недель, как правило, после процедур ЭКО назначается гормональная поддержка, которая проводится, ну, до 12 недель беременности обычно. Ну, и если есть показания, то и дольше. А беременность, которая наступила естественным путем, она, как правило, не требует никаких гормональных поддержек. В год мы делаем 270 процедур, мы сделали в прошлом году, в 2021 году, и в 2022 году планируется 280 процедур ЭКО. Значительно резко повысилась эффективность, где-то с 17 процентов до 30 постепенно, и мы увеличили объемы процедуры ЭКО. То есть мы начинали с 60 процедур, и уже сейчас мы делаем почти 300 процедур в год. У нас есть сайт, да, сайт Республиканской больницы номер один, там есть информация, ну, она, конечно, краткая, но, в всяком случае, для начала, для понимания, что делать, там информация имеется. В структуре бесплодия все-таки находится трубноперитониальный фактор, а это, как следствие воспалительных процессов, конечно же, основная профилактика, это, ну, профилактика заболеваний, передающихся половым путем. Второе, как я уже сказала, что возраст является таким определяющим критерием эффективности лечения бесплодия, поэтому нельзя тянуть, и, хотя мы и говорим, что такая тенденция во всем мире к более позднему реализовывать репродуктивную функцию желательно до 30 лет, на самом деле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова